Привет-привет, мои любимые и дорогие друзья! Этот видеоролик я считаю крайне важным. Наше государство постоянно нам забивает мозги всякой чушью, ненужной информации, той информации, которая нам не нужна. И именно из-за этой чуши вот такие видео, как это, что я действительно его считаю важным, сейчас вы поймете почему, не попадает к людям, люди не понимают всю ситуацию и всю, я бы сказал бы, трагизм, весь ситуации, в которую нас втягивает конкретно наш кабинет министра и конкретно наша власть. Поэтому, друзья, прошу вас, очень сильно даже не хотел сказать советую, прошу вас поделиться данным видеороликом с теми людьми, которым это может быть интересно, а также поделитесь им в социальных сетях, чтобы как можно больше людей его посмотрели. В чем суть данного видеоролика? Суть в наследстве. Ведь в любом случае все мы смертные, дорогие друзья, к сожалению или к радости, и в любом случае приходят когда-то момент, связанный с тем, чтобы вступать в наследство. Понятно, что негодяи из Российской Федерации очень сильно этот процесс ускорили у нас. Очень много людей погибших, очень много людей военных, невоенных, гражданских. Попросту я считаю, это геноцид нашего населения, устроенный Российской Федерацией. С какой целью они это делают, я, честно сказать, до конца не понимаю. Может быть, кто-то может объяснить, какая это цель их словами этой военной операции, потому что для меня это до конца непонятно. И в тот же момент и наше, соответственно, правительство тоже делает определенные шаги. Хотелось бы сказать, что навстречу людям, но скорее наоборот, от людей подальше. Так же и судебная, кстати, система. Сейчас вы поймете, в чем дело. Первоначально, я думаю, многие из вас знают, и, кстати, это как очень важный момент, чтобы вы его знали, и, как я люблю говорить, понимали, то, что у нас срок вступления в наследство всегда был 6 месяцев. То есть, с того момента, как человек умер, было 6 месяцев, чтобы вступить. Если человек не вступал, то были какие-то уважительные причины, к примеру, и человек мог подать соответствующий иск в суд, сослаться на те обстоятельства, которые, ну, там где-то был за границей, не дай бог, в тюрьме сидел, не знал, что-то там пошло не так, и, соответственно, суд принимал какое-то там решение по этому вопросу. Тут же, как говорится, грянула война, нежданно-негаданно, и, соответственно, наша власть в лице Кабинета министров начала на этот вопрос, связанный с наследством, потому что он действительно очень важный для многих людей, реагировать. И в чем заключается эта реакция? Ось вы бачите, постанова от 28 лютого 2022 года, номер 164, «Деякие питания на территорию о умовах военного стану», оно называется. Было в ней внесено изменение, была ее редакция. Вот я навмисно тут отмотал, тут можно, есть такая функция, что можно дивиться, что было раньше. И ось бачитый, третий пункт, «Установы-то еще на час, где и военного стану, пребих строков для принятия спадщины зупыняется». То есть, единственное было на самом деле на тот момент принято правильное решение, то есть, военное положение, все сроки останавливаются, и, соответственно, что бы оно ни было с этим наследством или с наследниками, где бы они ни находились, они имеют право на то, чтобы получить свое имущество, на то, чтобы его забрать. А что, как говорится, потом? Ведь на самом деле в этом тоже была и некая проблема. Вступить нельзя было в наследство, фактически сроков не было, то есть, подать, открыть можно было, а вступить нельзя было в наследство. И они сделали такие изменения, говорится, «ход конем сделали». Строки принятя спадщины в умовах военного стану. Практика Верховного суда, что за застосование десятимичного строку принятя. Про практику чуть позже сейчас скажу один очень важный момент. Они сделали изменения и написали фактически 10 месяцев все. То есть, 6 месяцев и там еще плюс 4. То есть, если человек подавал на наследство, необходимо было, чтобы прошло 6 месяцев плюс 4, 10 месяцев, и на 10 месяцев и один день фактически уже можно было получать свидетельство о праве собственности и вступать в наследство. Где-то, с одной стороны, это правильное решение, а с другой стороны, я считаю его абсолютно неправильным, потому что не учтены интересы всех наших граждан. Потому что какая огромная иммиграция людей. Был деякий спирь, связанный с спадщиной. Была первая инстанция, вторая инстанция, это апелляционная, и уже дошло до касации. Это Верховный суд, найвищая инстанция в нашей стране. Отже, на думку Верховного суду, пункт 3. Постановка Кабинета Министра Украины от 28 лютого 1922 года, номер 164, ту, яку я вам зачитывал, суперечить статтям 1270 та 1272 ЦК Украины, а тому подлягає застасуванню. Таким чином, найвищий суд у системы судового строя Украины, який забезпечує сталість та єдність судової практики, відкидає можливість застасування дистемического строку на прийняття спадщини в умовах военного стану, передбаченого пункту 3, відомо вже нам постаново, номер 164, і наполягає на застасування шестимісячного строку, застасування цивільним кодексом Украини. То є тут ще й подтянувся найсправедливий і гуманний суд в мире, наш суд. І вони рішили, як би, ну, вот, людям, щоб помоч, як говориться, людям-то треба помоч, як говориться, вони ж там любят в судебній системі помогать людям. І вони рішили принять вот таке вот рішення. То, що там в постановлении Кабинета Министрів написано, це хорошо про 10 місяців, а на самом деле, іспользується 6 місяців сроку. І ще урезали. То є Кабинет Министрів щось там пытался для людей, ну, назовем це так, ладно, для людей, как говориться, сделать. А ці судебні судьи, бах, ще й цей момент отрезали. То є сейчас, якщо брати цю судебну практику замечательну, все, как говориться, вернулося на круги своя, несмотря на ці постанови, які приймав Кабинет Министрів, все, в принципі, отлично. Людей в очередной раз поимели. Чому я іспользуюсь цей слово «поимели», сейчас ви поймете. Давайте ще одне решення того же Верховного суда, щас вам буквально там чуть-чуть с нього зачитаю, щоб ви поняли, какое вообще вот їх отношение к таким людям, як я, к таким людям, як ви. Знятя зв'язкового облику, та право выезду за кордон, не пов'язани між собою речи. Верховный суд, щоб нічого не зачитувати, я тут расскажу своими словами, сделаю пересказ. Я уже видеоролик на эту тему, честно хочу сказать, записывал отдельно. В чём суть проблемы? Был человек, он, соответственно, отсидел в местах не столь отдалённых, по тяжкой, либо особо тяжкой статье. И такие люди, они снимаются с воинского учёта. Это один из пунктов там есть по болезни, есть ещё и один из вот этих пунктов, если он был осужден за такие преступления. То есть призвать его в вооружённые силы нельзя. И, соответственно, человек начал судиться, первая инстанция он проиграл, потому что это административный суд, вторая инстанция он проиграл, потому что это опять административный суд, они там тоже все решения вечно против людей принимают. И дошёл, соответственно, до третьей инстанции, до того же Верховного суда. В чём кратко суть вообще этой проблемы? Сейчас я вам постараюсь объяснить. Есть постановление Кабинета Министров, где написано, что есть такие-то категории для выезда. То есть там, может, если ты ребёнка, если там какие-то родственники инвалиды, если он там больной, кривой, хромой и так далее. Ну, там целая куча этих пунктов есть. Я отдельно уже про это записывал, не буду повторяться. И, соответственно, на основании этого постановления, они его взяли за основу, там нигде не написано, что если человек, как вот этот сиделец-судилец, который там судился, он не имеет права выехать. Не имеет он права выехать, потому что в этой постанове там об этом не указано. Соответственно, делаем элементарный вывод. Сейчас вы его сделаете вместе со мной. В том случае, когда человек подаёт, чтобы выехать, ссылаясь на то, что это постановление неправильно, и он имеет право выехать, потому что закона такого у нас, повторюсь, не было и нет, скорее всего, не будет, где написано, что есть запрет для мужчин на выезд, то тут, как говорится, берётся сторона государства. Когда, опять же, человек, то, что было ранее, подаёт на то, чтобы ему восстановили сроки, и идёт вопрос про вот эти 10 месяцев, то тут тоже, как говорится, уже по-другому. Выкручивается всё против людей и делается, соответственно, что постановление не принимается во внимание того же, кстати, кабинета министров, а принимается закон. Закон — это гражданский кодекс, где написано про 6 месяцев. То есть полное лицемерие и полное вообще непонимание той ситуации, которая у нас на сегодняшний день существует в Украине от нашей судебной системы. Я, честно говоря, тоже в этом суде не раз судился, подавал какие-то касации, и я, когда читал эти их решения, я вот, ну, до какой степени они там все оторваны от нашей вот этой действительности, которая на сегодняшний день у нас существует в Украине, и до войны, которая существовала. У них там, поверьте, какой-то свой мир, который мне, честно сказать, понять невозможно. Хотя я очень много лет работаю юристом, более 15 лет. Какой же здесь есть выход из этой всей ситуации? Выход достаточно простой. Очень много, очень много кто из людей остался у нас за бортом. Те люди, которые воюют, те люди, которые выехали за территорию нашего государства, по каким-то причинам они пропустили этот 6-месячный срок. Хотя нотариусы там трактуют это по-разному и говорят иногда про 10 месяцев для того, чтобы вступить в наследство. И, соответственно, люди остались у разбитого корыта. И тут единственный есть вариант, что попробовать судиться, соответственно. Вы берете и подаете иск в суд. Надо подать иск в суд, сослаться на вашу ситуацию, рассказать, например, что вы там жили где-то в Нидерландах, кто-то там умер, соответственно, из ваших родственников в Украине и надеется на то, что суд примет все-таки решение за вас в этом случае. Но тут есть одно большое оно. Я лично с ним столкнулся, ну, в качестве адвоката. Понятно, меня просили узнать об этой ситуации и что-то с этой ситуацией придумать. Соответственно, человек в Херсоне находится. Подавать, кстати, сейчас можно в любом месте, во Львове, в Одессе, в Николаеве, все равно, там, где ты можешь подать. В Херсоне нотариусы не работают, соответственно. Там, по-моему, есть какая-то одножиночка, но она не очень хочет там чем-то заниматься, только теми делами, которыми она хочет заниматься. Говорится, такую она себе выбрала позицию в жизни. И, соответственно, у нас есть нотариус. И я начал узнавать у нотариуса в Одессе. Возьмется ли кто-то сделать элементарную вещь. Я им подаю заявление от человека, понятно, с пропущенными сроками, потому что он где-то за границей на сегодняшний день находится. И, соответственно, нотариус должен дать одну бумажку, отказ, написать, что сроки не это, ну, не соблюдены. Ну, говорится, обжалуйте в суде. И после того, как будет этот отказ, соответственно, обжаловать это все в нашей судебной системе. И вот тут, говорится, наступило очень сильно на грабли. И вас хочу об этом предупредить. Почему, кстати, название такое в видеороле? Нотариусы у нас частные в основном. Остались якобы какие-то торы там государственные, но тоже они там плюс-минус те же частные нотариусы, на самом деле там какие-то два человека сидит на всю Одессу. Где найти особо это непонятно. И, соответственно, человек хочет подать заявление, чтобы ему дали отказ. А нотариусы-то частные, они говорят, а я не хочу. Идите в государственную контору, идите к Ивану Ивановичу, идешь к Ивану Ивановичу, идешь в государственную контору, там плюс-минус такая же ситуация, и ты даже не можешь взять отказ. Адвокаты меня поймут, те, кто меня смотрит, что если нету отказа, соответственно, что ж ты будешь обжаловать? И вот такая вот замечательная система, созданная нашим государством. Во-первых, вот этот, будь он не ладен, наш кабинет министра, который принимает такие постановления людей, в очередной раз обводя вокруг пальца, сначала давая разъяснение о том, что это действует все время, потом сокращают до 10 месяцев, а потом еще наша замечательная судебная система пишет про 6 месяцев. То есть люди, это огромное количество людей, чтобы вы понимали, это не 2, не 5, не 10, не 100, не тысячи человек, не смогут попросту вступить в наследство, потому что наше государство, будь оно не ладно, создало вот такой вот прецедент. Я, конечно, надеюсь, что все-таки наше государство, где-то там в кабинете министра, они в какой-то момент соберутся, почухают немного себе где-то здесь и не будут, соответственно, нагружать судебную систему, нотариусов, сделают какое-то постановление, пускай даже не законно, и напишут, что вот есть постановление, сроки нормальные, подавайте все люди на наследство, подавайте, независимо от того, где вы находитесь, хоть, как говорится, в Америке, сделают какую-то процедуру, чтобы люди могли подать и не терять свое имущество, которое, возможно, они всю жизнь зарабатывали, возможно, их родители всю жизнь зарабатывали, а они вот устроили вот этот чистый шахермахер юридический, я по-другому это не могу назвать, и люди остались у разбитого корыта. Вот такой вот мой вывод. То, что на сегодняшний день эта ситуация фактически у нас в государстве не решена, и я не знаю фактически, как ее решить. Если кто-то знает, напишите обязательно об этом в комментариях к видео, только не пишите вот эти нецензурные плохие слова, которые вы обычно всегда пишете. На этом, друзья, наверное, прощаемся с вами. Желаю всем всего самого наилучшего. Желаю, конечно, мира и добра.